Доброго времени суток, с вами Даниил Добров. И сегодня я буду рассказывать про то, как настроить OBS Studio. А перед началом этого видео я вам рекомендую подписаться и поставить лайк. Так вы поспособствуете выпуску новых видео. Для того, чтобы настроить OBS Studio, нам по умолчанию он предложит нам настроить. После автоматической настройки нужно все равно еще донастроить. Во-первых, чтобы была не только красивая картинка, но и хороший звук, что очень важно. Для того, чтобы прийти к настройке звука, сначала мы зайдем в настройки системных. В системных настройках нам нужно будет выбрать пункт настройка громкости, динамики. Все это нужно посмотреть и настроить. Вот, посмотрите, как это все сделано у меня. Лучше, чтобы было все на 100%. Как-то так. Так будет лучше. Слышно и звук будет качественнее. Почему-то эти настройки периодически сбиваются. Вот. На Windows, по-моему, делается аналогичным образом. Вы наставите микрофон, а потом настраиваете микрофон уже здесь в программе. Продолжение следует... Заходим в фильтры. И вот тут у нас такие фильтры. Так, это у меня не включены. У меня включено пропускной уровень шума. Может примерно такой же настроить. Усиление 12. Цепил. Но это тоже можете более подобрать под свои параметры. Уровень подавления слишком большой. Тоже делать не надо. Цепила, я думаю, вполне достаточно. Еще раз я все это показываю. Можете поставить на паузу. И настроить потом свой, свою программу. Так, после этого, того как мы настроили, также зайдем в настройки. И убедимся, что при съемке видео у нас стоит базовое разрешение. Одно и выходное разрешение такое же. Это тоже повысит качество видео. Про количество кадров в секунду. Я выбираю 25. Так как я не снимаю игры. Если вы будете снимать игры, то чем выше будет количество кадров в секунду, FPS, тем будет картинка качественнее. При съемке игр это важно. Так как картинка будет более красивая. Также тут есть горячие клавиши. Например, я настроил Shift плюс 1 на запись. И на остановку записи тоже Shift плюс 1. Ну и на паузу тоже. Свои тут настройки. Также тут можно настроить и другие горячие клавиши. Их, разумеется, нужно будет запомнить. И уже потом применять. Так что тут уже индивидуально какие вам клавиши нравятся. Так. Тут звук тоже у нас настроен. Я тут ничего не менял. Тут вроде бы тоже. Но можете посмотреть, какой у меня кодировщик стоит. Программный. Так как он более быстрый, насколько я так понимаю, работает. Витрейт видео настроил. Аудио. У меня видео получается довольно маленькие по размеру и качественные. Мне вполне кажется, этого достаточно для такого контента, который я снимаю. Тут есть еще такая вещь, как сцены. Их тоже можно создавать и в сцени использовать. Можно использовать разные настройки. И чтобы вы могли легко переключаться между этими сценами. Там тоже можно настроить горячие клавиши. Это тоже позволяет улучшить работу с MBS Studio. И еще давайте я продемонстрирую, как работает без фильтров запись. Появляется шум, качество ухудшается. Так, и теперь, что еще можно тут настроить. Также тут можно, например, добавлять микрофон или устройство захвата аудио. По умолчанию там, по-моему, стоит... Так, либо это, либо это. Что-то из этого в общем стоит по умолчанию. Можно то, что по умолчанию записывает звук, также настроить. Ну, разницы никакой нет. Тут можно добавить слайд-шоу. То есть вы потом там выбираете, предположим. Если мы создаем слайд-шоу, вот, создать. Нам тут нужно будет выбрать... А вот, тут надо добавить изображение. Берем, добавляем файл, добавляем папку. Ну, мы можем таким образом настроить слайд-шоу. Либо аналогичным образом настроить другие... Другие вещи, которые тут есть. Источник видео можно настроить. Источник медиа. Но сразу же замечу, что вот источник видео, если мы настраиваем, если комп не очень мощный, то получается не очень хорошо. Так как, если у вас, например, HD-шный диск, то будет иногда запаздывать видео. Какие-то происходить лаги во время записи. То есть запись уже будет не очень качественная. Поэтому я не советую использовать данный источник видео. И лучше потом видео вставить уже при монтаже. Так более качественно получится видео, на мой взгляд. Если комп, конечно, на SSD и достаточно мощный, то, наверное, можно все сразу включать. А так, если компьютер, как у меня, на HD-шный диск, то лучше, наверное, просто слайд-шоу. Также тут есть трансляции, можно запустить. Вроде говорят, что эта программа не самая лучшая для трансляций. Но тоже, наверное, как хороший вариант. Также тут можно добавить устройство захвата видео, то есть видеокамеру. Так. И другие подобные функции. Также захват входного потока аудио, это для того, чтобы захватывать звук из игр и приложений. Так что вот у меня есть устройство воспроизведения. Тоже утром игры и приложений. Почему-то они тут все немножко дублируются. Не знаю, может быть так удобнее. Также тут можно захват экрана, окна. Это, наверное, просто отдельное окно захвата, которое у нас открыто. Это тоже, наверное, удобно, если вдруг потребуется. Также по умолчанию можно настроить папку сохранения. Путь записи. Вот у меня просто Home Daniel. Когда запись не идет, то можно настроить папку записи. Так. И все. На этом я заканчиваю свое видео. Ставьте лайки, ведь у меня очень много подписчиков. Подписывайтесь. Также в ссылках есть ссылки на мои сообщества, в ВК и в Facebook. На них тоже подписывайтесь. Там будет много интересного. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok